Здравствуйте дорогие телезрители и здравствуйте мои подписчики на канале youtube обожаю вас всех наконец-то наше время пришло уже все перестали руки чесаться и мы начинаем историю про лук почему история про лук так рано да только потому что в сезон просто нету времени рассказать то что хочется то что действительно очень важно у меня в руках семена конечно семена лука крупноплодного и сладкого это ну как-то прижились они именно эти хотя здесь четвертого нет тоже красавец это exhibition это глоба аилса грейк правильно нужно дать они алиса и естественно русский размер значит глоба и русский размер они превосходят все ожидания в размере один из них может вырасти три килограмма один не менее полутора то есть больше полутора килограмм вот эти луки они несколько поменьше и луковицы большого размера написано 170 грамм уж поверьте мне что 170 грамм это очень маленький лук это лук обычный который мы центурион садим там резин какой-нибудь штутгартен эти луки имеют вот такой размер несмотря на то что они будут посеяны семенами они посажены севком это просто потрясающе чем хороши эти луки ну во-первых салат с таким луком ешь с удовольствием ты потом не ходишь и не убиваешь никого этим запахом у него очень нежный аромат а сладость невероятная значит эти луки хранятся прекрасно до конца февраля месяца поэтому все зиму вы будете обеспечены луком который приятно есть и салом и супом и просто так если захотите значит но в чем же прелесть то в чем вообще преимущество этого лука да только в том что эти семена допустим пачка таких семян стоит там ну 10-15 рублей разве килограмм сивка стоит 10-15 рублей нет конечно а что делать с этим луком в культуре одного сезона трудно получить вот такой-то лук да ведь это же чернушка да очень легко можно получить если вы немножко напряжетесь если вы возьмете себе за правило с 1 по 10 апреля но в этом году в календаре 11 апреля ужасный календарь посевной на апрель месяц дни посевные их очень мало и они очень неправильно расположены луна какая-то странная ей богу значит и если вы возьмете себе все-таки за правило мы найдем какой-нибудь день мы еще будем снимать как его посеять и как для всех сделать доступным такую посадку если вы не можете поехать на дачу ну сугроб у вас там как на снежнице вот так ну когда дайте плиту не залез потому что мы не пройти на дачу я все это понимаю поэтому я приготовила вам сюрприз просто а сейчас пока мы будем говорить о том что это выгодно выгодно посеять вот такая пачка и здесь порядка 0 4 грамма ой ну вы знаете здесь головок будет ну наверно штук 100 здесь будет поменьше эксибишен стали фасовать здесь наверно штук ну может быть 20-30 а илса а илса чуть побольше штук наверно 50 но при всем при этом купив три пачки или какую-то одну из них до один сорт я имею ввиду и и получив в итоге 200 300 прекрасных таких сладких луковиц да вам вот так хватит на рынок идите торгуйте но сеять его нужно конечно вот либо это конец марта либо это первая декада апреля я научу вас это делать я за то чтобы все все секреты знали а теперь остановимся вот на этом луке этот лук сорт называется стурон ну я его только потому называю что сейчас уже в продаже все появился лук причем несколько сортов стурон это дитя если я не ошибаюсь штутгартона и центуриона потому он так и назван он немножко вытянутой формы но вы знаете вот это очень хорошая фракция из этой фракции вырастут прекрасные луковицы если лук будет превышать размер вот этой луковички а бывает фракция которая вот прям вот такая вот видите по сравнению да какой большой вот помните что из крупного лука вырастет очень мощная зелень из лука такой фракции вырастет очень хорошая луковица и под зиму сажать желательно бы лук даже бы вот такой фракции тоже очень хороший лук но в этом году я я встретилась с чем-то необыкновенным на грядке с луком посадила я центурион а он вот такой формы и когда он уже в большой ну в созревшие луковицы он немножко вытянут он вот такой вот но у меня лук почему-то стал такой я долго чесала себе затылок размышляя да что такое случилось то я понять не могу я же про меня никто не обманул правда была такая мысль но я покупала семенной материал у друзей и мне это просто невозможно было обмануть никто вообще этого не делает и вот прочитав статью научную о том что лук растущий на поверхности земли когда две трети его находится над поверхностью и только одна треть спрятана в грядку вот тогда лук меняет форму луковицы не меняя своего сорта естественно и мой лук стал приплюснутом от того что он находился на поверхности а я же еще любительница приподнять гребешки и в этом году но лук великолепный вон стоят за за около холодильника две большущие корзины и нам вот так его хватит до конца сезона значит до конца зимнего сезона я имею ввиду и я хочу сказать что в этом году мы будем высаживать лук сивок китайским методом и вам понравится и вы будете рады что вы так посадили потому что он не будет больным у нас не будет вредителей а еще мы будем обязательно пользоваться нашатырным спиртом как максимум уберем химические все ну страшные которые остаются в земле и которые остаются в растениях препараты будем пользоваться только тем что избавит нас от очень большого количества вредителей и заболеваний и лук который будет высажен китайским методом а китайцы какие они умные накормить столько миллиардов людей это же невозможно но они же это делают поэтому будем перенимать и у них тоже картошка по голландцы по голландски лук по китайски ну помидоры по-русски когда когда у нас много ботвы и мало помидор ну это уже знаете не все же хорошо должно быть на даче поэтому готовьтесь покупайте посадочный материал любой не забудьте про красные луки в них находятся антиоксиданты и они нам помогут бороться с нашими проблемами которые да на старости здоровье как-то убывает и появляются болезни ну просто этот лук который вы купили пожалуйста не надо на батарею его пялить его надо просто на газетке просушить и убрать куда-нибудь в прихожую куда-нибудь на антресоль чтобы температура хранения до высадки была постоянной и чтобы там не было влажно ну я надеюсь что вы меня все слышите и видите посмотрите эти луки для радости эти для обеденного нашего стола чтобы у нас вкусно было и мясо и щи и борщи и так далее это все для салатов а я еще покажу для салатов замечательные луки ну на этом пока все до свидания всего вам доброго